Новый год для ребенка – это время волшебства и подарков. Наш телеканал проводит свою традиционную акцию «Елочка желаний» в этом году совместно с Бизнес-лигой. Предприниматели Серпухова помогают Деду Морозу собрать подарки детям, которые остались без родителей. Сегодня мы расскажем о Маргарите Горячевой. Маргарита самостоятельная, веселая и энергичная. В следующем году она пойдет в школу. Уже сейчас умеет писать, считать и читать. Знает много стихотворений. Снежок порхает и кружится, на улице бело, превратились лужицы в холодное стекло, где летом пели зяблики, сегодня посмотри, как розовые яблоки на ветках снегирьи. Снежок изрезан лыжами, как мерзкий скрипучий сух, и ловит кошка рыжая веселых белых мух. Маргарита очень активный ребенок, занимается рисованием, спортивно-бальными танцами. Дома любит рисовать, очень часто рисует, практически каждый день, когда садика приходит, садится за стол и сама рисует. Готовится к школе, математику, читает книги сама. Девочку воспитывают бабушка и старший брат. Мама и папа ребят погибли в автокатастрофе. Иван много работает, но все свое свободное время посвящает младшей сестре. Вместе гуляет, ходит в детскую игровую комнату. Он рассказывает, Маргарита сильно верит в волшебство. А я не спала и видела Деда Мороза. Ну, красный такой, в шляпке, с подарками. А что он принес тебе? Да он мне пока ничего не принес. Ну, на оленях бежал. А как олени выглядят? Я не видела никогда. Ну, с рогами такими. Хвостики маленькие, почти что, как у зайчика. На листочке она рисует елку, зайчика и подарки. И верит, что в этом году Дедушка Мороз принесет ей заветный сюрприз. Письмо Маргариты открывает помощница волшебника Анна Баранова, владелец научно-производственного предприятия Деловой Союз. Здравствуй, дорогая Снегурочка. Меня зовут Маргарита. Мне 7 лет. Я живу в городе Серпухове. Спасибо, что помогаешь Дедушке Морозу поздравлять с Новым Годом, ребят. Подскажи, пожалуйста, Дедушке Морозу, что я мечтаю о собачке на пульте. Какое интересное желание у девочки. Конечно же, я помогу этому желанию исполниться. Каждое заветное желание ребенка обязательно должно исполниться. И все взрослые когда-то тоже отправляли письма Деду Морозу. Конечно же, все верили в Деда Мороза, и я в том числе. Мечтали о хороших красивых игрушках, о конфетах, о мандаринах, которые сейчас, наверное, всем доступны. Поэтому, конечно, хочется детям исполнять желания. Мне кажется, каждый способен быть волшебником. Это так приятно делать другим подарки. Маргарита очень ждет, когда снова увидит Деда Мороза, расскажет ему свое стихотворение и взамен получит долгожданный подарок. Спасибо.